Подлодка Product Crew, первая продуктовая конференция подлодки. Тема нашей конференции, например, это «Получаем профит от исследований». И сегодня мы будем обсуждать очень крутую, очень интересную тему про то, как же все эти исследования защищать, что такое продуктовые защиты, как они проходят, зачем они проходят и как к ним готовиться для того, чтобы успешно их пройти. Вот, у нас с вами будет круглый стол. С нами сегодня Андрей. Андрей, помошу ручкой. Андрей из Яндекс.Еды, Наташа из Авито, Артем из Бермаркета и Ваня из Реюн.Ио. Давайте я сейчас остановлю экран и пошарю вам другой. Я буду записывать какие-то ключевые выводы, которые мы сегодня будем обсуждать в мире для того, чтобы мы с вами вышли с этой сессии и у нас что-то классное осталось. Честно говоря, я просто белый чистый лист подготовила, поэтому будем изображать на ходу. Но я думаю, что должно получиться нормально. Давайте, наверное, немножечко просто поговорим о том, кто сегодня с нами. И я обращусь к нашим спикерам, поспрашиваю, кто что делал. Смотрите, мы с вами обсуждаем тема продуктовой защиты. Наверное, начать интересно с того, сколько вы сами за свою карьеру защитили проектов, какие-нибудь, может быть, у вас были успешные продукты, про которые можете рассказать. И еще интересный вопрос, а сколько продуктов вы убили в момент, когда поняли, что даже защищать их, наверное, смысла нет, или успели защитить, какие-то первые теракции пройти, и в итоге их убили. Давайте, наверное, начнем, Ваня, с тебя. В моей карьере есть лайтовые запуски продукта, когда это какие-то типовые штуки. Например, вчера я работал до Skyeng, до Resume.io, думали запустить программирование. Я просто сделал Paysell, собрал денежки, понял, что людям это надо, никакая защита для этого не нужна, потому что деньги уже на столе идеально, можно запускать. Но в Skyeng я запустил два более тяжелезных продукта с нуля, в каждом из которых была и операционка, и свое привлечение, и своя образовательная часть. Если делать засечки на прикладе, то это два жирных продукта. Крутяк, а сколько убил? Да как будто бы и нисколько. Я убивал кучу субпродуктов и каких-то направлений, куда можно было бы пойти внутри большого продукта, но такого, чтобы что-то попробовал запустить, оно умерло. Почему-то так не получилось. Интересно, супер успешный опыт. Мне вот кажется, Наташа улыбается. Наташа, как у тебя? Всем привет, меня зовут Наташа. Я в Авито примерно с 2015-го, поэтому был опыт и запуска, и убивания продуктов. И к счастью или к сожалению, не знаю. С точки зрения запусков у нас не только продукты, но и такие большие, достаточно жирные продуктовые стримы, поэтому я думаю, что пара десятков было на моей памяти. Из них два, к сожалению, не я, было бы, наверное, интересно на себе этот опыт испытать, но уже после меня прибили. Несколько инструментов для профессиональных пользователей, но я согласна с тем, что произошло. Плюс один точно остановили от, грубо говоря, развития масштабирования. Мы просто переключились на другой стрим, грубо говоря, на более приоритетный для бизнеса. Поэтому такой опыт тоже был. Он полезный, на мой взгляд. Прикольно. Артем, а у тебя как? Так, слушайте, ну, если не считать опыт запуска аренды кальянов на первом курсе, то, я извиняюсь, глупые шутки могут быть. Ну, короче, да, на самом деле, наверное, я как именно инициатор какого-то продукта, какого-то нового запуска, это, наверное, может быть, продукта два-три таких больших, один из которых, в принципе, мы до сих пор сейчас развиваем, это Сбермаркет для бизнеса, ну, то есть это маркетплейс, по сути, товаров для бизнеса. Вот, а в плане тех, которые пришлось убить, были продукты, в которых я был частью команды, которые нам прям приходилось убить, не знаю, там был дистрибьютор крупный на российском рынке, который занимался все время нон-фудом и решил начать доставлять еду, и ничего не получилось. Вот, ну, то есть там буквально в первые полгода стало понятно, что там финансовые какие-то коммитменты не достигаются, и пришлось закрывать эту историю. Вот, это, наверное, когда я был частью команды. А вот в плане такого, прям, когда я был инициатором, ну, то есть, наверное, есть скорее проекты, которые сейчас на холде, и вот, ну, то есть там одно из решений же тоже вполне, вполне там считываемое, это на холд пока поставить проект, который пока что, ну, там, продукт, и дальше его пока не развивать. Вот такие тоже есть, и есть там, наверное, сейчас даже в зубермаркете сейчас наверняка даже есть один-два таких продукта, которые мы запустили, и сейчас он пока что находится на холде, и там не развивается дальше. Слушай, интересно, а у тебя были продукты, которые, ну, вот под чесноку из холда когда-нибудь вышли и снова продолжили развиваться? Вот сейчас выходит один, потому что вышел человек, который будет этим заниматься прям специально, только для этого, то есть пересчитали потенциал, поняли, что точно нужно сюда инвестировать, и поняли, что на этот раз нужно, чтобы это был прям полный фокус, ну, то есть фулл-тайм фокус какого-то человека, который будет этим заниматься. Вот поэтому вот прямо сейчас происходит вывод одного продукта из такого холда к пересмотру и к такому созданию его с нуля, переосмыслению. Слушай, это успех. Я всегда приравнивала практически холд и убить продукт, ну, просто более мягкое слово. Окей, Андрей, расскажи, сколько ты запускал продуктов, сколько убивал? Да, всем привет. Думал над этим вопросом в целом. Кажется, что запускал больше десятка, даже в районе, наверное, 15 суммарно убивал из них, наверное, штуки 4, но здесь я бы, наверное, поднял другой вопрос в том, что у меня были ситуации, когда хотелось очень убить, а тебе не давали его убить, потому что, скажем так, в него жгуче верил SEO, founder, совет акционеров и прочее, и тебе скорее приходилось бороться за то, чтобы захолдировать его или убить. Такие ситуации тоже бывают. Слушай, мне кажется, навык убивать продукт тоже, тоже навык, который надо качать, как минимум обосновать, что дальше вкладывать ресурсы бессмысленно. Окей, вот знаете, интересно, наверное, начать разговор. Мы говорим про то, что мы запускаем какие-то продукты, какие-то убиваем, а давайте начнем вообще с цели, а зачем в компании, в существующих компаниях, в которых есть свои продукты, зачем там запускать какие-то новые продукты? Наташа, поделись своим мнением. У нас все просто. В Авито для того, чтобы бизнес рос с точки зрения доли пользователей, продуктов развивался, соответственно, важно расти долю продуктов с высоким потенциалом, ну и, естественно, ценностью для пользователей. Поэтому наличие процесса делает эту историю прозрачной, понятной, у всех одинаковые ожидания, поэтому здесь сам по себе возникает и потребность, и процесс. Извини, сейчас попробую коротко сформулировать. Короче, зачем? Для бизнеса важно расти долю продуктов с высоким потенциалом и ценностью для пользователя. Поэтому, собственно, мы и запускаем новые продукты. Кручак. Вань, есть что дополнить? Пикай парафраз, что бизнесу нужно расти, и бывает такое, что бизнес достигает потолка в текущей нишу с текущим продуктом, и нужно расширяться или вглубь, или в шею, или по гео, и запускать что-то еще, чтобы не стагнировать. А есть какой-нибудь пример продукта на твоем опыте, когда ты как раз расширялся в одну из сторон? Да, да. Я запускал групповые уроки для детей в Skyeng. Это расширение на региональную аудиторию, у которой меньше денег, чем у Москвы и городов-миллионников, и для многих слишком дорого покупать себе индивидуальные уроки. И эту аудиторию мы, по сути, ничем не охватывали. Мы не могли им предложить какого-то ценного продукта. И мой продукт помог охватить еще и эту огромную часть аудитории России. Прикольно. А как вообще понять, в какую сторону? Ты назвал сразу несколько сторон, что можно пойти в горизонталь, можно пойти в новое гео. А как понять вообще, в какую сторону идти? А я думаю, это будет нашим обсуждением процесса. Есть куча альтернатив, что можно сделать, что можно запустить. И это не то реально, а как приоритизировать, как выбрать то, что дает сейчас наибольший импакт. Окей. Ну, давайте так. Артем, Андрей, есть что дополнить про смысл? Зачем вообще запускать нового продукта? Да, мне кажется, все примерно про то. Ну, то есть ты расширяешь, либо берешь новый сегмент аудитории, либо покрываешь какие-то новые юзкейсы своей текущей аудитории, и для того и для другого тебе нужно запускать какие-то новые продукты. То есть все примерно то же самое. Я бы, наверное, добавил из несказанного о том, что продукты могут возникать еще, допустим, внутреннего использования для того, чтобы оптимизировать внутренние процессы, косты и прочее. Например? Можешь провести какой-нибудь пример? Ну, допустим, не знаю. Сейчас пример из воздуха, наверное, приведу. Я, допустим, делаю Uber. У меня один из core-фичей – это навигация и карты. Я могу захотеть сам запустить свои карты, потому что буду понимать, что это львиная доля моих костов. Да, у нас в Сбермаркете есть похожий пример. Условно, мы сейчас запускаем с нуля ML-ку, которая будет рекомендовать менеджерам по продажам, рекомендовать, как коммуницировать с клиентом. И, по сути, мы за счет этой ML-ки экономим кучу костов, экономим кучу времени менеджеров по продажам. Продукт ли это? Ну да, у него есть свой пользователь внутренний, достаточно большое количество людей. Новая ли это аудитория в том смысле, в котором мы раньше смотрели на аудиторию? Ну, наверное, тоже новая, но просто вот она как будто бы в другой такой параллели находится. Смотрите, ну, про новые продукты смысл понятно. Давайте попробуем прям разобрать с вами процесс, как он устроен у вас в компании. И прям, наверное, пройдемся по нему, по шажочкам, на каких-то этапах может быть больше закопаемся. Давай, Андрей, теперь начнем. Смотрите, я тут не смогу рассказать подробно про процесс именно по запуску новых продуктов и защите в еде, поскольку не так давно в еде. Скорее могу рассказать, наверное, поподробнее о том, как это было в предыдущих компаниях. Это тот процесс, который я сам в целом запускал. И здесь он похож на классический стейдж-гейт процесс, когда мы начинали с идеи, делали оценку первоначальной идей, скорили их, смотрели, насколько она в целом, на какой рынок мы можем рассчитывать, какая аудитория, какой клиент, какая ценность у него. И на каждом, соответственно, идея, в основе которой есть гипотеза, потом дискавери с проработкой, потом оценка. Да, могу помедленнее, будем записывать. Не-не, нормально. Нормально? Окей. Я привыкла. Соответственно, защита уже с эстимейтами и с понятным value, измеримым в деньгах. Соответственно, дальше уже разработка MVP, выход на рынок обкатка, смотрим, что у нас с экономикой, есть ли первые действительно покупатели на этот продукт или пользователи на нем. и дальше уже решение о том, что будем ли мы вкладываться в дальнейшем в маркетинг и масштабироваться. Ну, упрощенно. Окей. Давайте, наверное, есть ли у кого-то из вас, ребят, Ваня, Артем, дальше у кого процесс отличается или в целом у всех что-то похожее? Ну, у нас чуть отличается. Расскажешь? Окей, хорошо. У нас есть два, на самом деле, больших стрима. Первое – это по факту защита перед инвесторами, когда мы в целом получаем ресурсы. Если это новый продукт, и мы о них, то для того, чтобы в целом появилась продуктовая команда, которая дальше идет по процессу, нужно сначала защитить идею. Мы это называем процессом защиты стратегических кейсов. Перед инвесторами первый шаг – идея, второй шаг – это уже более приближенная история к реальным целям, запускам, с коммитами на условно либо ревенью, либо на пользовательские метрики, которые мы сможем достигнуть на горизонте 3-5 лет. После того, как мы защитили страткейс, дальше по факту мы нанимаем команду, это тоже не самый простой, как, я думаю, все знают, процесс, вот, всех болит. Следом запускается процесс именно защиты в продуктовый портфель. То есть, как я уже говорила, нам важно, чтобы мы, собственно, понимали, видели общую картину продуктов компании, какие, собственно, ну, в том числе, чтобы избежать дублирования работы, чтобы понимать, сколько мы, собственно, денег можем, на каком горизонте заработать, осознанность повысить нашу, там, проблемы огореть где-то, возможно, и, опять же, расти вдоль продукта со своим потенциалом и ценностью. Короче, все понятно, зачем нужен процесс, дальше мы можем по нему идти. Как он, собственно, устроен в нашей компании, именно если приземлить на защиту конкретного продукта. Сначала мы также идем в историю с обоснованием идей. В случае защиты страткейса хорошие новости. У нас есть такое видение стратегическое на долгом горизонте, которое мы уже защитили, поэтому для конкретного продукта, небольшого, например, первого в цепочке, будет проще пройти этот гейт. По факту мы хотим понять, какие у нас есть для бизнеса точки роста. Пытаемся оценить грубо потенциал инициативы, но делаем здесь не четкий прогноз, не коммит, а вот именно прогноз, чтобы мы дальше могли его на следующих шагах уточнить. Вторым шагом, собственно, идет обоснование продуктового решения. Мы называем это product discovery, как, собственно, было выше тоже обозначено. Здесь не идет речь про разработку MVP. Это именно история про то, что мы проводим discovery, уточняем оценки. Дальше product delivery, когда продукт мы пытаемся, разрабатываем MLP, катим на рынок, смотрим, собственно, solution fit есть или нет. И последний этап – это scaling, когда продукт вышел на какие-то плановые показатели или в процессе выхода на плановые показатели находится. Важно отметить, что каждая из этих стадий, она может запускаться по несколько раз. То есть если менеджер продукта приходит на продуктовый гейт с идеей, и в целом он может получить обратную связь от продуктового портфеля, что типа окей, вроде бы неплохо, но, например, стоит посмотреть еще в каких-то направлениях или доработать, либо риски отработать даже на уровне идеи. То есть, грубо говоря, даже на стадии идей может быть несколько попыток выхода на первый гейт. И, соответственно, дальше по всем остальным гейтам происходит такая же история. Ну и этап скейлинга, он в принципе предполагает, что менеджер продукта в рамках масштабирования и отслеживания трекшена с точки зрения денег либо продуктовых метрик регулярно посещает продуктовый портфель. На самом деле в рамках скейлинга может возникнуть история, когда мы понимаем, что мы уперлись в какой-то свой, в какой-то предел потолочек нашли для себя. Или этот продукт больше не актуален для бизнеса, для нашей аудитории. Тогда здесь как раз может произойти убиение этого продукта либо самим менеджером продукта, либо портфельным комитетом. Зависит от ситуации. А давайте сфокусируемся на первых двух этапах вот этих вот идей и обоснования продуктового решения, потому что сейчас больше говорим про исследование. И вот мне интересно, я думала, с чего начать, чтобы было как-то поструктурнее. Давайте, наверное, начнем с вообще самой идеи, откуда она берется и как ее придумать. Но вот есть продукты-визионеры, они просто приходят вот так вот раз-раз-раз, я понимаю, что надо сделать вот это. Может, у вас есть опыт того, как вот вы придумывали, Ваня, я тебя тогда перебила, скажи, пожалуйста. Идеи... Как понять вообще-то? Часто бывает так, что идеи витают в воздухе, и все такие, блин, надо эту штуку делать, кто бы взялся. Наверное, процентов 70 идеи приходит от SEO, потому что это такие чуваки, которые сейчас мы все захватим, надо срочно в этот рынок. Но если посмотреть на процесс, то на стадию идеи у нас всегда заходил рынок. Куда мы хотим пойти? На рынок чего? На рынок доп. образования для детей? На рынок хобби? На рынок доп. образования для взрослых? На региональный рынок математики? Вот с каким рынком мы будем работать? С какой аудиторией? И вот на этом этапе происходит самый большой холивар. Вообще нужно ли правда туда идти? Нужно ли делать на эту ставку? И идеи обычно возникают. Большинство у SEO, он хочет что-то захватить. И плюс команда снизу говорит, чуваки, я верю, вот эта штука будет бомба. Например, у нас так, уже не у нас, в скрэнге так залетели шахматы. Вот чувак-аналитик, он говорит, ребята, я обожаю шахматы, это лучший продукт, это то, что должно быть на рынке и для взрослых для детей. Вот какой потенциал, я вам сделаю. И самые классные продукты взлетали. Это даже потом стало одним из пунктов в чек-листе того, что этот продукт нам нужен, что есть заряженный, доп. ужаленный чувак, который очень хочет ее запустить. Если уже есть команда, которая говорит, дайте мне, я всех порву, это был большой знак плюса к тому, что надо это делать. Артем, есть что еще дополнить? Как, может быть, ты эти идеи находишь? Слушай, ну, есть же какие-то классические источники идей. Ну, типа, у тебя есть пользователи, от которых ты можешь ее брать. И мы там в Сбермаркете делаем регулярно достаточно большие исследования по пользователям. Вот последнее, которое мы делали, мы его назвали исследование по метаконтекстам, но, по сути, это такой jobs to be done просто более агрегированный. То есть мы там на более высокий уровень выходили по job-ам, с которыми к нам пользователи приходят. И, по сути, ты там от пользователей вытаскиваешь, наверное, какую-то большую часть вещей, которые по итогу пойдут. Точно есть такой пункт, как там stakeholders и так далее. Ну, то есть люди, которые там часто, которые достаточно экспертны в рынке. Ну, то есть, наверное, да, это пункт такой про экспертов. То есть люди, которые экспертны в рынке, которые понимают, куда он движется, которые знают, что вот 10 лет назад здесь происходило вот это, а в 2008 я пытался запустить вот здесь такой продукт. И, ну, в общем, он такой прям человек, который точно понимает, что нужно ждать от рынка. Вот. Ну и, наверное, очень важный источник, я не увидел здесь, чтобы мы в стикерах его проговаривали, в целом стратегия компании. Ну, то есть, когда мы говорим про какое-то большое видение или когда мы говорим о том, как мы будем выглядеть через год, это видение уже подразумевает, что нам нужно что-то сделать, чтобы достигнуть этого видения. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые помогут тебе оказаться в этой точке B. И, по идее, как бы стратегия – это тоже один из источников того, ну, собственно, что входит в твой по итогу Discovery Backlog или там в список продуктов к запуску. Андрей, а как ты находишь идеи? Вот ты, по-моему, когда рассказывал про себя, у тебя чуть-чуть не больше всего продуктов запущено было. Ну, они были разного уровня, эти продукты. В Product Management я давно. Но, слушайте, ну, помимо того, что здесь перечислили, мне кажется, стоит, наверное, еще добавить историю про исследования именно международных рынков, потому что зачастую все-таки какие-то идеи мы можем взять оттуда. Сюда бы я включил сразу и различные большие аналитические отчеты по тому, как движется индустрия, отрасль в целом. И сюда бы, наверное, я включил ресерч того, что происходит на венчурном рынке, причем на разных стадиях, потому что зачастую, изучая стартапы, которые выстреливают международки, можно тоже найти интересные идеи или направления, в которые можно смотреть. Ну, окей. Наверное, я тут добавлю, знаешь, последнюю вещь, которую не сказали. В целом, если смешать этот коктейль, то получается так, что в целом идеи они начинают где-то парить, и появляется то самое отчасти визионерство, потому что, когда ты видишь стратегию компании, понимаешь, что происходит на других рынках, общаешься со своими потребителями или смежными, и в тусовке, скажем так, со своими CEO и прочими коллегами, то вот они, идея. Окей, добавлю нам коктейль. Я вижу, здесь в Q&A появился очень тему вопрос, и мне почему-то кажется, что вопрос, Наташа, прям для тебя. Точнее, мне кажется, ты хорошо на него ответишь. Почему все всегда начинается с идеи, а не с проблемы? Мы все говорим, что во главе всего проблемы пользователя, но вот сейчас много говорим про идеи. Почему с идеей? Ну, в нашем случае, потому что мы немножко просто зашли со стороны запуска новых продуктов, не с той стороны, короче, не продуктовый, поход, приняли. На самом деле, да, естественно, все с проблематики начинается. В нашем случае, например, вот ребята уже обозначили все моменты основные, да, откуда, собственно, происходят новые продукты. И в нашем случае, в случае Авито, это стратегия, правда, не компания, а конкретного там большого направления продуктового. Сейчас я еще дочитаю вопрос, только кейс с медленным ростом. Ну, короче, я согласна с Адилярой в том, что, ну, на самом деле, с проблематики обычно начинается. То есть у нас есть стратегия, нам нужно там достигнуть конкретных бизнес-показателей, целей на горизонте одного, трех, пяти лет. И в рамках, собственно, поиска того, как мы это будем делать, у нас появляются идеи о продуктах, направлениях продуктовых, либо конкретных фичах. Как-то так. А вот расскажите, пожалуйста, как у вас в компании устроен вот процесс? То есть у меня есть идея, допустим, я что-то придумала, что можно сделать. Но это же надо как-то компании рассказать, кому-то продать, чтобы на эту идею выделили ресурсы и так далее. Наташа, давай с тебя начнем, раз ты как раз отвечала на вопрос. Ага, окей. В этом смысле в Абита все достаточно просто. С точки зрения наличия отлаженного процесса, легко менеджеру продукта влиться, собственно, в подготовку такого спича, потому что есть шаблоны, на самом деле, да, их можно публиковать, наверное, даже некоторые. Шаблоны подходов документов к структуризации своей мысли, которые помогают как раз либо подготовить пресс-релиз, либо подготовить то же самое в нашем случае первый гейт в продуктовый портфель защиты самой. Мы всегда пишем документы текстовые, а не презентации готовим, потому что текстовые документы лучше раскрывают суть. В них ты не можешь скрыть детали, в них ты не можешь спрятаться за красивой картинкой. Тебе нужно, собственно, рассказать свою идею простым понятным языком, и ты не отвертишься от того, чтобы как раз раскрыть в рамках текста все детали или наличие проблем, если они есть. Поэтому лучшая форма – это текстовый документ, в том числе бывают шаблоны, от которых можно оттолкнуться. А можешь немножечко рассказать про пресс-релиз, что это и зачем, и вообще на какие вопросы 100% важно ответить, когда ты готовишься к защите именно идеи? Здесь, наверное, можно немножко... Короче, вы наверняка или многие из вас наверняка знакомы с идеями, практиками, подходами пресс-релизными. В интернете можно легко найти подходы амазоновские к написанию пресс-релиза. Поэтому здесь, если вдруг кто-то еще не видел, то, я думаю, можно начинать вдохновляться прямо сейчас, через полтора часа примерно. Поэтому здесь чаще всего мы как раз отражаем все то, что мы любим всегда делать. Это и проблематику. Собственно, по факту мы хотим рассказать, какую мы нашли пользовательскую проблему, либо возможность дать ее обоснование, описать, как изменится пользовательский опыт после того, как мы внесем, внедрим это изменение. Ну и если есть возможность, наверное, не совсем формат пресс-релиза, но все-таки рассказать, какой эффект на бизнес, на продукт мы сможем как раз получить после потенциального запуска. Ну и формат пресс-релиза, потому что в первую очередь мы начинаем как раз с написания пресс-релиза. Собственно, как изменится пользовательская жизнь после того, как мы запустимся. Ага. Артем, а у вас как устроен процесс защиты идей? Слушай, мы берем лучшие практики, поэтому у нас текстовый документ на 6 страниц плюс PR-релиз и так далее. Да, ну короче, нет, правда, мы тоже делаем все в текстовом формате. Я тоже считаю, это одно из лучших практик, которые мы сейчас используем. Вот. Я, наверное, здесь добавлю какой-то основной, наверное, принцип, который... Ну, то есть у нас сейчас нету как такового процесса, там, стейдж-гейт и так далее. Ну, то есть там нету прям выстроенного четкого процесса. Но есть то, что мы делаем там на уровне смысла, очень похожее, очень близкое к этому процессу. Мы начинаем вот это все обсуждение, вот это все планирование, вот я как раз вначале чуть затронул эту тему, на этапе планирования стратегии продуктового направления или продукта на ближайшее какое-то X времени. Ну, то есть в нашем случае это может быть год, может быть чуть меньше промежуток времени. И когда мы как раз смотрим на вот этот большой промежуток времени, мы закладываем туда в разных форматах. Иногда в форматах пользовательская боль, которую мы хотим решить к какому-то определенному моменту. Иногда, если это диверсификация, там выход на какой-то новый рынок, то вот, ну, соответственно, какой-то первый MVP на определенном рынке. Ну, то есть мы закладываем сначала, то есть первый шаг, который мы делаем, это как бы заложить такими очень большими хайлайтами продукты, которые мы планируем запускать внутрь нашей стратегии. Вот как происходит это закладывание, это вопрос, опять же, там какой-то примерно такого же процесса, ну, то есть когда мы собираем весь пул наших гипотез, каких-то идей и так далее, которые мы хотим точно запустить в следующем году, ну, то есть на уровне каких-то больших продуктов и стараемся приоритизировать. Ну, понятно, что никакой там супер детальной точности идти не может, потому что если там очень точно все пытаться оценивать, то это будет очень длительный, очень большой процесс. Здесь мы скорее там на уровне смысла, на уровне нашей веры и на уровне каких-то там рынков, на которые мы планируем выходить, смотрим на потенциал там определенных продуктов. Как вот, как можно приоритизировать продукты на уровне идеи? Слушай, ну, все сильно зависит от команды, ну, то есть вот есть вот эти критерии, которые мы выписали сейчас там на синих стикерах наверху, они в какой-то мере могут служить и способом приоритизации. Ну, то есть на самом деле для тебя экспертная оценка может быть, ну, условно вера эксперта в какую-то определенную фичу, она может служить для тебя таким способом повысить приоритет той или иной задачи. Или, например, там большая корреляция со стратегическими целями компании. Ну, то есть, например, у нас есть там две гипотезы о запуске продуктов, но мы компания, которая доставляет продукты, наверное, мы больше сконцентрируемся на продукте быстрой доставки, чем там запуска своего ТВ-шоу. Ну, то есть, понятно, пример совсем контрастный, но суть в том, что чем ближе и чем плотнее это коррелирует с твоим финальным видением продукта, тем скорее эта история будет приоритетной. Ну, то есть вот эти вещи, которые здесь указаны сейчас на уровне там синих стикеров, они как источники, так и в том числе. Ну, то есть важно собрать это все там на уровне одной идеи и понять, ну, то есть на уровне уже команды, на уровне веры команды у тебя появится какой-то приоритет определенных гипотез. Нас вот здесь вот аудитория интересуется, случалось ли у вас такое, что приходится защищать не свою идею, а скорее чужую, ну, для галочки, или, может быть, это какой-то чей-то навязанный продукт, может быть, не самый удачный. Было такое у вас? У меня было. Я запускал групповые уроки не потому, что я такой сел, провел все исследования и понял, что его надо запускать. Это уже было тысячи определенных исследований, уже, не знаю, год об этом, вся компания говорит, блин, надо делать, надо делать. И я такой, чуваки, давайте я сделаю. Все такие, о, классно, давайте сделаешь, но теперь докажи нам, что это вообще нормальная тема, что это не сдохнет. И сначала я доказывал на уровне Ктелика, что в принципе оно сойдется, и почему. Потом я показывал, насколько это алайнится со стратегией компании, насколько высокая синергия будет с текущим продуктом и с текущей аудиторией. Пропускал через фильтры, что мы сможем на этом заработать, заработать больше, и на горизонте пяти лет это добавить там капитализации. У нас, по-моему, был фильтр, что если продукт не может делать пять миллиардов в год через несколько лет, то вообще о нем думать не надо. Нужно все силы кидать только на очень крупные направления, на очень крупные рынки. И я уже упоминал, что мы там всегда оперировали, на какой рынок мы пойдем. И вот если мы пойдем на рынок подбора логопедов для детей, мы сделаем этим плюс пять миллиардов? Нет, это и есть рынок, там проблема большая, но, короче, маленький. И мне приходилось доказывать, что то, что вся компания уже давно хочет запустить, что это надо запускать. И потом на первых этапах, когда уже какой-то появился продукт, я чувствовал себя, ну, это было взаимоотношение как у инвестора и стартапа, что я или у борды и стартапа. Я регулярно приходил, показывал, чуваки, все-таки оно работает, все-таки вот оно движется туда. Вот вы, конечно, думаете, что сейчас это маленькие циферки, но трекцию правильный. И доказывать, что эту штуку надо делать, нужно типа не один раз на уровне идеи, а каждый месяц. У нас было каждый месяц борда новых продуктов, где каждый новый бизнес репортил про свои успехи, что собирает делать, где сейчас главная точка роста. И каждый раз такой челлендж, типа, чуваки, а что это у вас вот это не растет? Как вы собираетесь делать там большой продукт, если у вас вот такая циферка маленькая? И это подтыкивание и челлендж, он помогал всегда не расслаблять булки и не делать какие-то неважные штуки, потому что знаешь, что сейчас меня точно спросят, двигаюсь ли я к тем 5 миллиардам, которые должны быть или нет. Прикольно. Вот есть еще такой интересный вопрос. Мне кажется, что далеко не у всех в компании выстроен вот четкий процесс, что можно прийти со своей идеей, описать ее, и все случится. Очень во многих местах такого процесса нет. А как быть в этом случае, как можно защитить идею, если вы, правда, в нее верите, в компании, где такого процесса нет? Вот есть ли у вас такой опыт? Мне кажется, Андрей, ты можешь поделиться, потому что, когда мы работали вместе, кажется, процессов таких не было. Новые продукты мы защищали. Только ты без звука говоришь. Да-да, было такое. До этого тоже было. И мне кажется, это на самом деле вообще очень частая история, что нет таких выстроенных процессов, как в больших компаниях, типа Яндекс.Авито, Майлайя, Сбербанка. Чаще всего процессов абсолютно нет. И кажется, что тут есть два варианта, которые помогают защитить в этом случае внедрение продукта. Ну, первый вариант просто ходить и кричать громче всех, рассказывая о том, какой классный продукт ты хочешь сделать, и продвигать его за счет средств внутреннего маркетинга. А второй путь более сложный, это действительно подготовить аналитику, просчитать стоимость разработки, показать, как ты его будешь внедрять на рынок, а лучше провести какой-нибудь подпольный, сделать MVP, найти первых клиентов, сказать, что ты уже продал, и после этого идти к SEO или условно к исполнительному директору или на какой-нибудь совет общий с руководством и просто защищать его, доказывая, что вот, ребята, это действительно бомбическая тема. Вот. Есть другой, третий способ, альтернативный, которым, наверное, тоже стоит во многих ситуациях идти, если такого процесса нет, а потребность в нем есть, то можно взять все в свои руки и начать его запускать. Много примеров есть того, как его построить, есть классные практики с пресс-релизами, есть понятный достаточный стейдж-гейт процесс, который можно использовать. Можно начинать с MVP этого всего и внедрять там две-три основных стадии, допустим, даже защиты идеи, например, защиты конечного решения, собирать совет на защиту, приглашать туда больше людей, которые будут это все наблюдать, проникаться, и потом дальше все будут идти в этот процесс. Поэтому множество вариантов. Я, безусловно, за третий в первую очередь. Третий? Я правильно тебя поняла, что третий это просто братья начинают делать MVP? Просто втихаря? Нет, третий это братья начинают внедрять процесс. Ага, поняла. Ну, если ты хотя бы на уровне какого-то лида и желательно повыше, то да. Если ты на уровне продукта, то... Любые изменения в целом могут внедряться так или иначе любым сотрудникам в компании, поскольку ты можешь сходить дойти до лида, дойти до SEO или какого-нибудь других продуктов, собраться, обсудить, ну, здесь много вариантов, как это все протащить. Интересно. Артем, у тебя был опыт? Сорян, перебила. Да, я хотел сказать, интересно будет мнение вот коллег послушать, на самом деле, у кого был тоже такой опыт. Да, Артем, может, у тебя был опыт, когда ты защищал идеи, будучи еще на веб-маркете, а там, где такого процесса нет? Я сначала мыслью поделюсь, которая у меня появилась. Мне кажется, что суть всего этого процесса, который мы сейчас обсуждаем, она же очень простая. Освоится к тому, что у тебя, чем более ранний этап, тем меньше инвестиций тебе нужно в него сделать. Ну, то есть, чем дальше ты закапываешься в продукт, чем больше он себя подтверждает, тем больше инвестиций ты там, своего времени и там, любых других инвестиций ты в этот продукт вкладываешь. А когда у тебя процесса нет, тебе как будто бы надо ровно наоборот это делать. то есть, на самом старте нужно очень много сил проинвестировать в то, чтобы доказать это, а потом уже, как будто бы, там тоже большие инвестиции, но как бы на старте ты уже начинаешь очень много инвестировать в это время и сил. Вот, а как будто бы процесс, конечно, отсутствие процесса в этом плане, оно чревато вот такими какими-то большими затратами на затратами время на это. Вот, а было ли у меня без процесса, происходило ли у меня это без процесса? Оно происходило в формате, наверное, там не было каких-то крупных, больших продуктов, которые прям, ну, то есть, должны принести огромное количество GV, потому что, ну, это были какие-то более мелкие продукты, какие-нибудь программы лояльности условно, вот для того, чтобы, ну, то есть, у меня там была гипотеза о том, что нужно интегрировать, сделать там некоторую программу лояльности для supply, ну, то есть, для людей, которые, по сути, оказывают услугу. Вот, и для того, чтобы эту гипотезу подтвердить, ну, я, у меня достаточно сильная аналитическая база, поэтому я очень много аналитики подготовил, прям очень много рынка и так далее, и вот, ну, какой-то понятный прогноз, то есть, в моем случае, это был просто достаточно понятный, подготовленный прогноз с бизнес-планом и какими-то там ожидаемыми метриками. Вот, конечно же, он не выполнился, ну, то есть, конечно же, но, как бы, прогноз был очень понятный, да, давайте так, вот, но, да, это помогло, ну, то есть, прозрачность того, ну, собственно, о чем я хочу этот продукт и, как бы, для чего я его, в первую очередь хочу делать и, как бы, как он будет развиваться в моем понимании, это, наверное, одна из важнейших вещей для того, чтобы, ну, как бы, в принципе защитить какие-то ресурсы под эту историю, потому что понятно, что потом ты его там один делать не будешь. Вот, наверное, так. Знаете, что еще интересно, Наташа, как это было раньше, Вавида, пока у нас еще не было вот этого процесса? Тут хороший вопрос, на самом деле, потому что я, давай, давай, как я делала. Есть модификация варианта Андрея, который он первый назвал, когда можно кричать, а можно чуть мягче подойти к истории. Нужно найти в рамках компании, ну, в том числе ребят, которые влияют на, которые могут там выделить ставки, например, найти, где их взять или там выделить свои ресурсы и попробовать нащупать адаптированную версию твоего продукта для них. То есть, грубо говоря, ты видишь какую-то проблему и наверняка там в какой-то из команд или во многих командах эта проблема находит отражение очень конкретным образом. Если немножечко так потихонечку в течение нескольких месяцев закладывать в мозг этих команд и лидеров этих команд историю про то, что здесь есть проблема, а у нее есть хорошее решение, мы точно знаем, вот, то когда ты уже выходишь с подготовленными, вводными, аналитическими на эту тему, то ты резко находишь поддержку этих самых ребят, потому что ты уже там два, три, четыре месяца, полгода им немножечко, так по чуть-чуть внедрял в мозг эту идею, вспомним правильные фильмы в этот момент, на тему того, что вот на это стоит обратить внимание, это очень важно. Поэтому если немножко добавить предварительной работы к защите, то обычно прокатывает лучше, скажем так. В целом, да, видимо, Ваня хочет добавить, давай тогда сразу. Я специально поднял руку, чтобы после того, как ты скажешь, в клинице. Давай уже сейчас. Окей. У меня все чаще приходит ассоциация, что запускного продукта внутри компании, это похоже на взаимоотношения стартапа и инвестора, и когда ты хочешь что-то запустить и хочешь, чтобы компания тебе отдала на это денег, то вот этот процесс, про который мы говорим, по сути, это процесс задавания вопросов. Какой рынок, какая проблема, откуда знаешь, чем подтвердишь, где деньги, какой рост. Вот много-много вопросов, которые задал бы инвестор в стартап, который пришел и ищет деньги. Если в твоей компании еще нет такого процесса, где ты можешь пойти и все четенько сделать по шаблону, то можно представить, что ты стартапер, который готовит деку для презентации для инвестора, находишь, не знаю, самый популярный какой-нибудь от MDHN, что должно быть отражено в деке стартапа, находишь эти знания, находишь эти ответы на вопросы, сам себе их задаешь и приходишь к SEO и говоришь, чувак, вот куда нам нужно направить вот столько-то денег, потому что там капец такая куча бабла лежит. Вот почему тебе нужно сюда проинвестировать. И все те вопросы, которые он иначе задал бы тебе и ты бы ушел думать, а, и правда, заранее себе задаешь. И мне кажется, про этот же процесс six-pager, что ты пишешь press release и часто задаваемые вопросы. И вот часто задаваемые вопросы, ты сначала их собираешь и готовишься на них ответы, а потом презентуешь, что тебя точно спросят, как будет работать продукт. Тебя точно спросят, сколько он будет стоить, или как его будут покупать, или как мы будем доставлять, как аудитория о нем узнает, какая будет маржинальность. Все эти вопросы с какой-то точностью можно найти или дать какую-то аппроксимацию на этапе идеи и дискальвии. Если у тебя нет процесса, как пройти через ты и гейта и тебе все эти вопросы зададут, задаешь себе их сам и поймешь готовые ответы SEO. А вот знаете, что интересно, мы чуть-чуть эту тему уже затронули, а давайте прям распишем собственно вот на этом этапе. Ну окей, идею защитить, хорошо, нашли какую-то проблему, подумали о том, какой там потенциал, что мы можем сделать хорошего пользователя, что мы можем сделать хорошего бизнеса. А что вот здесь происходит на этапе дискавери? Какие нам исследования нужно провести? Как вообще подтвердить или не подтвердить свою идею? И что здесь надо сделать? И сколько по времени это должно занимать? Когда мы уже понимаем, что все, мы упарываемся, туда не надо больше копать. Кто готов начать? Я могу накидать. А, окей, Вань. Давай, Вань, потом Наташа передадим. Окей. У меня близкий подход тестирования самых распространенных гипотез. И прямо сейчас вот в стекущей компании при запуске новых субпродуктов и больших продуктов чаще всего самая рискованная гипотеза звучит как какому-то проценту аудитории это хоть сколько-нибудь интересно. И такие вещи можно проверять очень быстро каким-нибудь фейковыми кнопками или самым простым неработающим функционалом. Мы проверяем, что какой-то процент аудитории может в принципе этим хотя бы заинтересоваться. и если ответ на первый вопрос да, людям интересно, но потом проблема в том, что они не получают вэлью, потому что это фейковый функционал, тогда уже идешь, какой-то маленький функционал делаешь, смотришь, есть ли ингейзмент, есть ли какой-то attention stickiness. Но самое простое это начать с того, какая-то оценка сверху, вообще кому-то хотя бы это может понадобиться или нет. И потом как по списку рискованных гипотез кто-то кому-то это может понадобиться, он в этом задерживается, он за это заплатит, он за это заплатит повторно, его задача будет решаться в 10 раз эффективнее благодаря моему новому продукту. Окей, Наташа, ты что хотела рассказать? У меня только, наверное, есть небольшое уточнение. Мне показалось, что сейчас как раз история с проверкой самых рисковых гипотез, она у нас просто происходит чуть раньше, где-то ближе к валидации идеи на первом шаге, а на этапе discovery мы уже идем в такое скорее уточнение, поэтому здесь у нас по факту есть там несколько моментов, которые мы хотим для себя как-то осветить, для ответить. То есть по факту это понять, какие есть продуктовые решения, вот у нас есть идея, окей, какие решения-то продуктовые, собственно, мы предлагаем и как минимум качественно обосновать их, чтобы это было понятно, простым языком описано. вот, соответственно, нужно их проверить, желательно без разработки и желательно на пользователях, условно, не на коридорках, а на живых людях, собственно, кто является вашей аудиторией. вот, собственно, когда мы по итогам вот этих вот качественников мы сможем как раз выбрать оптимальное решение, ну, как минимум то, с которого нам стоит начать, дальше уточнить оценку потенциала, в случае Авито мы ее очень грубо делаем обычно на этапе идеи в том числе, соответственно, здесь уточняем после того, как у нас новые вводные появились. И, на самом деле, в рамках крупных компаний еще бывает важно согласовать увлечение людей, каких-то конкретных команд, функций, которые помогут на этапе delivery, если это требуется, ну, от самого простого, условно, там, маркетинговой активности какие-то сюда заложить, до моментов, когда требуется помощь других команд продуктовых. Вот, поэтому, примерно, наверное, основные задачки в такого характера. А как, я вот сейчас сложный вопрос, наверное, задам, но как считать потенциал у продуктов, которых потенциала в деньгах нет? Это для меня вопрос. Да. Это специально. Я просто стрим Trust and Safety и по факту, ну, типа, невозможно замерить доверие или там ощущение безопасности, как, собственно, пользователь себя чувствует. И у нас здесь есть подход на века, когда мы в рамках разных маркетинговых исследований замеряем эту историю. А на практике у нас есть договоренность внутри компании. Это, мы долго к этому шли и мы пришли, потому что инициативы, именно, которые бьют, ну, в моем случае в ТНС, в общем смысле не влияют напрямую на гривенью. Мы для них находим прокси-метрики на критичные, короче, влияние на критичные метрики, именно продуктовые, на привлечение, там, не знаю, покупателей, продавцов в случае Авито. В таком ключе, короче, мы находим влияние на, например, эти метрики или на прокси, которые я считаю важными. То есть, условно, например, в ТНС есть такое понятие, как осознанный и безопасный путь. То есть, как пользователь идет, с кем он по пути сталкивается. Тут можно это выразить на самом деле в метрике, как бы сложно это ни было. И мы, например, можем влияние на эту метрику заявлять в рамках своего продукта. Короче, так или иначе, это здравый смысл договоренности внутри компании и отображение потенциала именно на эти метрики. Как бы странно ни было, на работе тоже сверлят. Да, действительно странно. Андрей, я знаю, что у тебя тоже есть опыт запуска продуктов, которые напрямую в деньги не бьют. Как ты с этим справляешься? Он исправлялся. Ты снова без звука. Да, ребята, извините, надо было отключить. Да, я полностью тут поддержу Наташу в том, что действительно ищешь проксиметрики и договариваешься о том, что мы будем смотреть на них, смотришь, как их замерять. Ничего тут нового нет. Единственное, что я могу сказать, что мы продвигались к тому, чтобы и даже получалось там, где были проксиметрики типа счастья пользователей как таковое, которое можно каким-нибудь курсатом измерять, мы учились переводить это в деньги и считать бизнес-кейсы на них. Но далеко не всегда это возможно. Я помню, мы шли от экономии еще, от того, чтобы срезать косты, тоже прикольный путь. Ну, слушай, это оптимизация, но это тоже деньги, понимаешь, поэтому есть гораздо более сложно измеримые, мне кажется, штуки, которые через экономию не круто считать. Вот. Ну, и вообще, наверное, скажем так, через... Хотя нет, не буду этого говорить. Вань, врывайся, можно без руки у нас тут врывает дискуссия. Я стараюсь не перебивать. У меня был опыт, когда мы инвестировали какое-то заметное количество сил и денег, то, что даже не пытались деньги пересчитать. Это в соответствии нашей миссии, когда работал Skyeng, мы сформулировали, для чего мы вообще работаем, и глянули на то, чем мы сейчас занимаемся, поняли, что так-то мы мало чего делаем, что он напрямую четенько транслируется в эту миссию. И мы договорились выделять какой-то процент ресурсов каждый квартал, у чего мы даже не будем пытаться посчитать какой-то ROI, не будем заработать на этом денег. Мы верим, что это правильно, в нашем продукте так должно быть, в том бизнесе, в нашем продукте, который мы строим, оно должно быть так, потому что это соответствует нашей миссии. И просто какую-то часть времени вкладывали в это, для этого все должны быть с этим согласны. И могут возникать казусы, что вроде как ты говоришь, я 20% ресурсов направлю на миссионерские задачи, но при этом ожидания по выручке не уменьшаются, и нужно изыскивать, за счет чего ты будешь это делать, потому что денег все еще все хотят. Диляра, наш соведущий, врывайся. Да, я хотела спросить, а вот такие проекты, которые условно, не назовем их благотворительностью, такие проекты, которые укладываются на пользу миссии, у них было потом какое-то отражение, которое, окей, мы не можем посчитать, но мы можем его продемонстрировать? Да, мы делали соезы, например, такой работы начали собирать оценки детей в школах, просто потому что нам это важно, нам важно, чтобы у детей результаты улучшались, не просто нам платили за уроки, но и чтобы у детей правда что-то менялось, и от того, что мы их собрали, мы на этом ничего не заработали, но мы чекали, что мы делаем какую-то работу, пишем новые уроки, пишем новый контент, приобучаем преподавателей, вкладываем силы, и это правда помогает детям улучшать оценки. Потом оказалось, что корреляции с деньгами особо не было, то есть не было такого, что те, у кого улучшаются оценки, те больше платят, это было бы слишком просто, вот, корреляции не было, и поэтому да, мы на этом не будем пытаться заработать. То есть Customer Happiness все-таки подрос? Да, да. Спасибо. оценки собирали. Я просто сразу, у меня два дневника перед глазами. Вам сами дети отдавали оценки? По-моему, мы собирали и через детей, если им больше 14, и через их родителей, если меньше 14. цель. Интересно, насколько настоящие оценки вам давали. Прикольный, прикольный кейс. Артем, есть что дополнить? У меня были кейсы, когда мы не продукт делали, который не влияет в явном виде на метрики, а когда мы просто не умели считать эти метрики, то есть там совсем какое-то зачаточное состояние стартапа, продукта, когда ты еще не очень сильно считаешь прокси-метрики, не очень умеешь влюбляться в прокси, претеншиные условия. И для того, чтобы в таком состоянии приоритизировать здесь, очень часто приходилось просто договариваться на какой-то вере команды и просто совсем вместе садиться и договариваться о том, что сейчас мы считаем наиболее приоритетным. Наверное, это как-то похоже с ситуацией, когда мы просто не можем посчитать импакт, но там мы не могли просто потому, что не умели. Такое тоже бывает. Тут, знаете, очень интересный вопрос прилетел. Вань, давай, наверное, к тебе, потом можно еще дополнить. Получается ли выбирать, во что продукты вкладывают свои силы, если есть текущая задача, но есть идея, которую надо проверять, и на это нужны силы и время? Или это регулируется лидом, или ожидается, что это параллельная работа, или ночные смены? Это мегаинтересная штука. Наверное, главный урок, который я вынес из всех запусков, из всех попыток, это что, если ты что-то считаешь важным и хочешь туда инвестировать, в первую очередь должен быть фулл-тайм человек. Я прям всеми силами сопротивляюсь тому, чтобы кто-то на парт-тайме запускал новый гигантский продукт внутри компании. То есть, если это то, что нам заработает кучу денег, и мы хотим это проверить, в случае будет сильный и замотивированный и фулл-тайм работающий чувак. Мы сегодня уже упоминали несколько техник Амазона, и вот читал недавно Working Backwards, там одна из цитат, что лучший способ заруинить отличную идею, это сделать ее чей-то парт-тайм-джоп. Если хочешь что-то продолбать, дай это кому-то на парт-тайме. И если ты хочешь что-то запустить, и там бывает ли хорошая идея повесить на продакт, который и так работает по 60 часов, у него по 40 встреч в неделю, типа, давай повесим тебе еще запуск нового продукта. Очень маловероятно, что у него получится. Диляр, ты что-то хотела спросить? Да, здесь, мне кажется, еще, возможно, вопрос с точки зрения продакта, не с точки зрения человека, который может нанять кого-то и ему поручить проект или продукт. А если есть вот ты, и у тебя есть классная идея, но как-то очень много всякой операционки, и у тебя просто нет ресурса, я так понимаю, на то, чтобы запускать новый продукт, мне кажется, это возможно еще вопрос про приоритизацию своих задач и своих ресурсов. То есть, если у тебя есть только ты. Тогда тебе будет сложно. Тебе придется, чтобы делать больше, придется делать меньше. Явно придется, не знаю, капитанские советы разделегировать часть работы своей команде, убедиться, что все хорошо работает и без тебя, и выделять часть времени на research, на discovery, на тесты. Но, снова, нужно быть готовым, что это гораздо сложнее, чем если это твоя фултайм работа. Давайте по чесноку. Ну, вот не верю, что ни один из нас никогда так не делал. Поделитесь своим опытом. Очень интересно, у кого были кейсы? Ну да, это такое, знаете, как вопрос, типа, как все успевать? Никак, но мы же пытаемся. Я просто вообще не перебила. Наташа, делала в параллель новые продукты? Это моя работа. Защищать идеи, добывать ресурсы, это сейчас моя задача. И, естественно, есть пул других, которые никуда нельзя выкинуть, но и как бы есть осознание того, что если мы не будем продолжать, собственно, вкладываться в новые идеи, то мы далеко не уедем. Здесь я плохой, наверное, советчик с точки зрения практик личностного, там, условно управления личным временем, потому что это реально происходит обычно за счет того, что ты работаешь по 16 часов и на выходных. Сорян. Ох, жесть. Ребята, поставьте плюсики в чат, кому знакомо. Я сразу готова миллион плюсов. Просто это драйвит, то есть, грубо говоря, здесь история про то, что если тебе это нравится, то по факту просто это хобби такое. Ты можешь играть на скрипке, а можешь делать немножко другие вещи, поэтому я просто поменяла свой взгляд на ситуацию. Вот я примерно так же себя оправдываю сейчас. Андрей, Артем, вы что-нибудь по-другому сделали? Да, но в этом, мне кажется, вся правда жизни. То есть, по идее, тебе придется параллелить, если ты хочешь запускать какие-то новые продукты, тебе придется как-то это умещать в свой рабочий день либо выходить за его пределы. Но это, мне кажется, уже вполне рыночная практика, нет? Не хотелось бы говорить это нормой и рыночной практикой. Но ничего так и случается. Мне кажется, тут еще важный вопрос в том, что если ты действительно веришь в эту новую идею, новую продукту, допустим, ты готов будешь инвестировать свое личное время в достаточном количестве для того, чтобы его протащить. и тут еще поддержу Ваню, который сказал, что капитанский совет разделегируй, что чтобы освободить все время, давай найди кого-то. Кажется, он с одной стороны капитанский, а с другой стороны далеко не всегда все его используют и действительно ищут себя соратников как по идее и по ее проработке и зажигают просто еще парочку людей, которые начинают их расшивать и дают им возможности делать больше так и в то же время находят под какие-то текущие задачи тоже ребят там из операционки, каких-то стажеров, еще откуда-то, которых можно использовать для того, чтобы расшить себя с точки зрения операционных процессов. И тем самым ты стараешься больше отвоевывать своего времени именно на проработку каких-то прорывных историй. Я прошу прощения, здесь у вас топный вопрос немного. А у вас легко нанять стажера? Просто в большой компании, мы тут говорим именно про большие компании, мне кажется, не так уж что-то просто. Приведу пример. У нас не очень легко нанять стажера. У нас тоже нелегко. Здесь нелегко. В предыдущей компании было, скажем так, достаточно легко, потому что было много условно-бесплатных стажеров на X времени. Но, опять же, всегда можно найти уже работающих людей, которые зажгутся условно от какой-то новой идеи или им интересно что-то попробовать из того, чем ты занимаешься сейчас, которые будут тебе как раз в этом по факту помогать себя немножко расшивать. Знаете, мне буквально... Так, меня не увидел. Артем, ты, по-моему. Да, да. Такой новый тип стажеров. Это люди, которые учатся сейчас в продуктовых школах. Им нужен кейс для защиты, для дипломной работы. О, да. Пару раз я это использовал. Кстати, тоже хорошая очень история. А можно пойти еще по-другому? Можно взять себя на менторинг парочку ребят, которые хотят стать продуктами и делать с ними кейсы. Это классный совет. Только, наверное, с ними не подпишешь NDA и с ними не получится что-то вот прям внутрикомпанейское делать. Да, это точно. Но, кстати, тут вопрос еще в том, что, возможно, компания, когда ты придешь и скажешь, что у тебя есть парочка готовых стажеров, будет проще найти вариант, как их, например, устроить и подписать с ними NDA. Да, вы не знаете, но у нас уже работает парочка человек. Так, давайте их официально устроим. Я бы, конечно, очень сильно в эту тему аккуратно шла, потому что любой человек на менторстве, особенно из продуктовых курсов, это огромный твой ресурс на то, чтобы это было полезно. Проще иногда со мной сделать, чем делегировать, мне кажется. Если мы говорим про вот этот первичный discovery, на рынок посмотреть, посмотреть какие-то практики и собрать это все в какую-то одну общую оценку, то вот в этом, кажется, этим людям нет равных просто. Очень оперативно, очень качественно. Смотрите, у нас не очень много времени, и я ужасно хочу еще одну тему с вами разобрать. Давайте с вами попробуем в формате, это я так, затравочку уже на завтрашнюю сессию, в формате, может быть, вредных советов собрать, а что надо сделать, чтобы провалить свою защиту, защиту идеи или discovery. Вот, может быть, вы расскажете, вы присутствовали на разных продуктовых защитах, может быть, вы видели истории, которые были фейловыми, и что привело к тому, чтобы защита была провальная. Я могу даже начать со своей, со своей личной фейловой истории, когда я недообщалась со всеми стейклодерами, и мне этого не хватило для того, чтобы получить зеленый свет, пройти с идеей, я пошла дальше доразговаривать две недели просто как в аду, но потом идея защитила. Вот, поделитесь своими мыслями. Вань, давай с тебя, ты давно ничего не говорил. Да. Наверное, вредный совет будет от меня делать то, что тебе неинтересно. Это, несколько раз я видел, когда в той компании ребята хотели запустить продукт, и я уже говорил, что команда с горящими глазами и шпилом в жопе, это очень важно. И если приходит какой-то человек, и не показывает вообще, что ему это важно, что он готов скинуть в гейм, включить, что он готов попу порвать и запустить, то это верный способ получить красный свет, потому что борода скажет, ну, типа, идея-то может быть хорошая, но ты ее не сделаешь. Артем, есть что добавить? Мне кажется, супер важно про пользователя очень хорошо все старое пространство, ну, то есть идти от боли пользователя, и если здесь нету этой истории, то мне кажется, это сразу же красный свет, ну, то есть это прям первые две строчки, они должны начинаться с того, что мы говорим про пользователя. Ну, то есть придумал какую-то идею, которая вообще не касается, просто, мы это называем фичуризм. Еще забей на деньги, еще забей на деньги, деньги и меркантильная какашка вообще. Андрей, есть что добавить? Первое, что пришло, не смотри на конкурентов, были у меня случаи, когда защищались, не изучив нормальных конкурентов. А что было? Блин, я не вспомню, что конкретно за кейс был, но смысл был в том, что ребята изучили пользователей, изучили, посчитали value, но не посмотрели, а нормально, что на этом рынке уже есть x конкурентов. Сейчас, может, вспомню, расскажу историю. Окей. Наташа, твои советы? Он вредный, будет сложно формулироваться. По факту не работай над текстом, то есть, грубо говоря, не валидируй текст, не проверяй, что язык, которым ты пишешь, термины, которые ты используешь, они понятны, собственно, конечному пользователю, человеку, который будет это читать, слушать, неважно, в каком формате. Потому что часто идея бывает хорошая, хорошая, но форма подачи, о, не работай над формой, наверное, так, подачи, но форма исполнения, то, как ты доносишь свою мысль, часто хромает, и ты в том числе не можешь пройти защиту, потому что плохо донес идею. У меня, кстати, вопрос про форму есть. Как обычно у вас выглядит сама презентация защиты? То есть это может быть что-то с авторитейлингом, то есть ты сначала сеттинг какой-то задаешь, типа представьте там то-то, то-то, вот вы такой-то юзер. То есть как это обычно происходит, как это обычно выглядит, и есть ли там иногда что-нибудь веселое, заводное? Ну просто я, например, иногда, когда приношу какую-то идею, я делаю так иногда, я задаю какой-то сеттинг, историю какую-то рассказываю вначале, потому что я прошла курс по сторителлингу, и теперь так многие презентации строю. Мне интересно, как проходят защиты в других компаниях и используются ли такие приемы. У нас первые 15-20 минут читается документ, комментируется, затем мы проходимся по вопросам. Поэтому для меня, возможно, в том числе форма важна. Если ты плохо изложишь свои мысли в письменном документе, то у тебя нет шансов. То есть получается, если ты плохо проработал документ, то живой презентации у тебя может не быть? Ее не будет ни при каком варианте. У нас под запретом презентации. А, понятно. Ты знаешь, это на самом деле первый раз, когда у нас такое ввели, было очень странно и непонятно. Когда ты заходишь на встречу, и первые 10 минут просто тишина, и все молча читают документ. Но в этом есть ценность. Ты не просто так пишешь документ, его кто-то читает, в отличие от его диплома будет. Сорян, я хотела прокомментировать, что с документом действительно это большая ценность, потому что когда ты его пишешь, ты многое прорабатываешь, у тебя есть ответы на все вопросы, но у нас все презентации проходят вживую, все питчинги, и на них приглашены более того все абсолютно люди, то есть такая встреча, на которую могут прийти вообще все, девелоперы, разработчики, прошу прощения, тестировщики, вообще все. У нас с точки зрения открытости это также открытый диалог, на который, во-первых, приходят все заинтересованные лица и команда продуктового портфеля, да, может быть, и команда разработки, если им интересно. У нас проходила последняя защита, когда команда разработки в отдельной переговорке сидела, это был уже вечер, поэтому с напитками, едой, практически как в кинотеатре. Это похоже на нашу лабораторию экспериментов. Практически, да, потому что все в зуме, то есть ты можешь в таком формате наблюдать, поэтому, да, команда тоже участвует по мере сил. Крутяк, давайте пройдемся по вопросам, у нас есть в вкладочке какое-то количество вопросов, на которые можно поотвечать. Так, сверху вниз пойдем? Ну, вот я вижу один, на который мне прям вот падает взгляд, я очень хочу про него поговорить. Когда приходит SEO с проектом, если вы не уверены в том, что это выстрелит, предлагаете ли вы это проверить конкретным исследованием и как доказываете необходимость исследования? Вот здесь кажется прикольно проговорить, что процесс, который мы сейчас обсуждаем, он же не только для продуктовой команды, и не только в том случае, когда инициатива исходит от продуктовой команды. Хорошо бы, то есть здоровый процесс, когда через это согласование, ну, то есть через вот этот весь процесс проходит, по сути, любой человек, который приходит с идеей, с гипотезой. Вот, и по идее, как бы, SEO, ну, в правильном мире SEO приходит и как бы проходит ровно по этому же процессу. Ну, то есть ему, естественно, будет помогать из продукта, кто-то из продукта берет его инициативу, и вот, возможно, это будет происходить как в случае Иване, когда заставляли эту защиту пройти, но, возможно, ну, то есть этот вопрос просто мэчинга продукта с идеей SEO, но по идее, как бы, этот процесс должен же быть зеркальный для всех участников команды. А были у вас ситуации, когда получалось развернуть SEO и не делать эту идею, потому что я работала однажды в стартапе, где, ну, вот прям, если SEO пришел с идеей, то мы ее делаем. Очень тяжело такое делать. У меня было пару раз, что получалось отговорить, но очень часто, да, это не получается, это называется, я в случае писала, проект от директора, ну, и проект от директора ты просто делаешь, и все. Удобный метод приоритизация. Вань, ты что, тоже говорил? Да, да, у меня в Скайинге было интересное рвущее шаблонное наблюдение, что Гоша Соловьев SEO, он ходил и искал, кто возьмет продукт, какой он ходил и продавал, чуваки, очень классно, очень хочу, давайте сделаем, но ему в итоге, ему говорили, нет, типа, у нас есть более важные штуки. Он такой, ну, блин, кто-нибудь возьмите, вот, для меня это был, это признак должен подтвердить, что это важно. А в текущей команде у меня раз в пару недель случаются звонки с нашим SEO, где он говорит, чувак, делаем вот это, это офигенно. И в 95% случаев я просто открываю Google Doc, делаю прикидку циферок и говорю, чувак, если мы все это сделаем, мы заработаем там 5000 евро. Блин, и правда, не надо делать. И такие аргументы обычно помогают, что я считаю, что надо делать, а вот сколько мы заработаем. Окей. Здесь вот есть еще один интересный вопрос, он прямо адресован Наташе, и мы с вами прыгнем на уровень выше. Наташа, ты говорила, что мы защищаем строккейс перед инвесторами. Расскажи, как это происходит, что мы считаем, на что опираемся, как аргументируем. Ага, тут, наверное, за три минуты не рассказать, это достаточно сложный процесс, в который вовлечены продуктовая команда, у нас есть команда стратегии отдельная, которая тоже помогает подводку подготовить, помогает с исследованием рынка, в том числе, финансы, бухгалтерия, короче, мы забираем такой инвестиционный кейс, типа, чуваки, мы на горизонте 3-5 лет, принесем столько-то там денег или столько-то профита. поэтому это хоть и достаточно тяжеловесный, на мой взгляд, процесс, но он работает, он прозрачный, он понятный, у тебя есть некоторые шаги, по которым ты должен пройти, вопросы, на которые ты должен ответить про рынок, про продукт, про ценность для пользователя, про то, сколько это нам будет стоить с разных позиций, с точки зрения команды, сколько будет стоить команда, опексных, расходов, связанных с прямыми твоими расходами, не знаю, на закупку данных, сервера, короче, все абсолютно считается, и с этими вводными мы выходим уже на защиту перед инвесторами, на продажу и питчем. Сколько времени подготовка занимает? Чистого времени, вот хороший вопрос, потому что это обычно происходит в рамках такой регулярной жизни, да, то есть условно первый гейт можно собрать, если регулярно нагрузку не выкидывать, где-то за 2-3 месяца, второй гейт, когда ты уже приходишь с уточненными оценками и коммитишься на конкретные результаты, может от 3 месяцев до полугода занять, в зависимости от того, насколько сильно у тебя подгорает, и ты хочешь побыстрее пройти этот процесс, сколько времени ты готов инвестировать в эту историю. То есть обычно меньше 3 месяцев не получается на подготовку гейту. Получается, что у вас есть ресурсы на то, чтобы инвестировать в этот ресурс, в эту защиту? Мотивация. Спасибо. Окей, здесь вот еще не отпускают никак, ребят, темы, с которой мы сегодня начали. давайте такой быстрый ответ вопрос. Что проще или интереснее, убить чужой продукт или принять убитие своего? чужой, вообще изи. На всех звонках бороды новых продуктов довольно легко увидеть явные косяки или явно большие проблемы в чужих продуктах и сказать, ну блин, чуваки, понятно же, за свой, наоборот, хочется бороться с зубами до последнего, особенно, это иррационально, но это включается, так что, чем больше сил вложил, тем меньше готовность его прибить и хочется, да сейчас я вытащу, сейчас я там все докажу и хочется его дотащить. Наташ? Я немножко к Ване добавлю, кажется, что чужой есть сложности, на самом деле, с убиванием чужого именно продукта, не идеи, а уже запущенного продукта в том смысле, что ты не до конца знаешь контекст и когда ты какую-то фичу выпиливаешь, у меня тоже был такой опыт, ты на самом деле очень сильно страдаешь, потому что кто-то запускал на пользователей, не знаю, на твою команду сейлзов на поддержку со словами мы сейчас построим новый дивный мир, а ты приходишь и отрываешь у пользователя эту фичу, ты, соответственно, готовишь весь маркетинг, уведомления, выпиливаешь, проверяешь, что ничего по дороге не сломалось, это жуткая на самом деле история, если ты хотя бы сам наделал это, то тебе чуть проще, потому что ты к концу знаешь, собственно, как все работает и как все сходится, и ты, ну, как бы сам виноват, то есть, да, тут ты действуешь в этом смысле, у тебя есть некоторый запал на это, но когда ты чужое выпиливаешь, это достаточно болезненная штука, не советую. Андрей, а тебе как? Проще свое или чужое? Нет. Да, на самом деле, мне кажется, одинаково, для чужого даже проще, но свое тоже, на самом деле, не сложно. А как обосновать, что вот все, надо убивать? А вот это вот уже другой вопрос, а то тут сказали, что проще для тебя сделать. Ну да, все так, это другой, особенно интересно, как это обосновать, если Сео верит, а ты хочешь убить. Ну это, вот в продолжение темы, которую Иван развивал, что Сео тоже должен проходить все те же круги защиты, и может быть, какие-то еще советы. Ну, бывают не всегда ситуации, когда Сео проходит все те же круги, и нужно проделать очень большую работу, чтобы затащить его, продать ему идею, что эти круги надо проходить вообще. И поэтому скорее для того, чтобы это защитить, приходится бить в основные болевые точки, что это приносит сейчас бизнесу, какие это, возможно, убытки генерит, какие убытки это сгенерит, если масштабировать, например, этот продукт за счет маркетинга или продаж. То есть основное для бизнеса в любом случае это так или иначе деньги, но и видение возможного потенциала. Но если ты сможешь доказать, что потенциала нет у этого продукта и сейчас или в дальнейшем он будет только наоборот выжирать деньги, которые можно было бы инвестировать в другое начинание, в другой продукт, тогда, скорее всего, защита убийства продукта пройдет плюс-минус хорошо, так же, как и у Вани на колах Сео. Вань, обрывайся. Да, я знаю людей, которые очень хорошо умеют продавать и объяснять свою идею и иногда бывает так, что эти чуваки приходили, говорили, мне нужны вот эти, эти, эти ресурсы из других команд, из других проектов, потому что я вам запущу вот такое, вот прям сказку. И тогда компания такая, о, и правда, просто всех самых крутых чуваков туда закидываем, потому что, да, потому что это важнее, потому что это поведетнее. И было такое, что был целый процесс свертывания продуктов с низким потенциалом, потому что у нас есть стынущие продукты, которые надо делать, они прям мощные, очень уверные, но их делать некому. И мы просто закрывали небольшие и вялые продукты, чтобы команду перебросить на большие и важные. Так что убийство продуктов может быть побочным эффектом от того, что мы ставим большие продукты, новые. Кстати, тут еще можно всегда пойти по пути того, чтобы захолдировать продукт, а там и сам помрет. А захолдировать всегда проще, потому что человек не чувствует того, что он примет какое-то эпохальное решение о том, что все, я закрыл его. Вот так меня, собственно, и учили, когда убивать как-то грустно, ну, поставь на холд, но потом уже будет не очень грустно убить, потому что все, полгода не занимались, в принципе, уже можно убивать. Окей, ребят, смотрите, у нас остались во вкладке Q&A такие достаточно точные вопросы, есть один наиболее общий про практики в студию, мы соберем все ссылочки, которые сегодня прозвучали в течение круглого стола и обязательно выложим это все в слакс, и все это будет либо сегодня поздно ночью, либо завтра утром. Вот, давайте, наверное, потихонечку официальную часть закруглять, у нас с вами останется еще немножечко времени просто поговорить в таком офф-топике по окончании, вот, и, наверное, последнее, что скажу для всех, не забывайте, что мы продолжаем нашу конференцию, сегодня не последняя сессия, завтра утром подключайтесь, будем говорить про виды UX-исследований, много говорили про то, что исследование и качественно проведенное исследование это очень важно для успешной защиты, вот, собственно, завтра будем говорить о том, как же это делать. Вот, я, наверное, со всеми вами тогда прощаюсь, останавливаю запись и немножечко офф-топе у нас с вами еще останется. Всем пока-пока, кто смотрит на запись.